Знамен на совезе Вадим Кабанчук, наместник командира полка Кастуся Калиновска. Господа Вадим, витаю вас. Добрый вечер. Сегодня мы доведалися, что президент Украины Владимир Зеленский наведал помежников, которые оховываются между Беларуси и Украины. И тут есть некий символизм, что президент Зеленский приезжает подтримать своих помежников на межу с Беларуси аккурат после того, как террорист встретился с другим террористом в Минске. Я шмат разок сказал в своих интервью, что Киев не дарует и никогда не забудет то, что отбылось, благодаря поддержке диктатора Лукашенко и диктатора Путина. Мается на увазе подзеи, которые уже больше за года. Это ведомый прорыв на Киев. Увы, ни куча была гуманитарная трагедия в городах, сумежных с Киевом. Это Буча, Герпень, Гастомель, где были просто забиты сотни гражданских, великие разбурения. И потом были найдены катавания. Ну и в принципе, эта российская армия покидает за собой такие следы во всех вызволенных местах. Я думаю, что когда их погоним назад в Россию, то еще свет доведается и иншая жахливая речь. И вот, в принципе, визит Зеленского и он свящает про то, что ни Путин, ни Лукашенко, они не сытаются от отказности. И история, они разом будут осуждены, одному уже фактично обвинувающим не выдвинуты, инши еще ждут. Мы пачули напередание, что Зурпатор наупрост отаяссамляет себя с иншими террористами, которые воюют на исходе Украины при поддержке России российскими террористами. Наупрост сказал Пушилину, что как там справа у нас на фронте. На вашу думку, вот такая демонстрация такой тотальной лояльности, такой вассальности Москве, наближает конец режиму Лукашенко? Безумовно, он вызначился. И конец этих режимов будет покладен на поле боя. Мы в это верим и мы в это наближаем. Миновата плюсов изначально наступ украинский, який мая отбыться весной, хуще за все. Он покладет край панованию, як Путина, так и Лукашенко. И яны ободвага усведомляюсь и рыхтуюсь. Кали вы кажете про поле боя, у вас есть некие слова Гэтая свороты можно знаете в интернете, на ютубе. Повторяется в черговый раз про то, что краина в небезпеке, краина под оккупацией и так далее. Ну, яны, гэтая думаю, и сами уже усведомляюсь. Но я скажу иначе, что, напевно, Николе еще миновито небеспекарь физичной аннигиляции белорусского войска. Она не была Николе так близко. Лукашенко, давши сгоду на размещение ядерной сброи, намалевал на Беларуси великую мишень. Одни из первых, які потрапят под удар в вынеку применениях этой сброи, это будут миновито белорусские войсковцы. И я веду, про что они думают в своих казармах и в размолах помеж собой. Кожный язык чемусь и упевнен, что его это не за крайне, что его это война не за крайне. Мы ведаем их настроение, что подавляющая большинство не хочет этой войны, и она не хочет воевать в Украине. Але чемусь цены думают, что кали им отдадут загад, цена вот они будут на белорусской территории, это их не за крайне. Вот это великая помылка. Что сказать, что хлопцы, кали вас погонят в Украину, то всеми большими шляхами сдавайтесь и просто дезертируйте, просто чтобы заховать свои жизни, жить. Ну а кали бурытыншой сценарий, там уже рабец будзе нечто вельми поздно. С подарвадзима, ведаю таксама, что вы ранее таксама наведвали мяжу Беларуси и Украины з украинского боку и размавляли еще на ват некальки месяцев тому с представниками мясцовых украинских уладов. Выказывали такое ожидание, что вояры полка Калиновского в выпадку некой новой агрессии с территорией Беларуси хотели пакурат быть на полношу Украины, как пераконвать беларусов у тым, как они долучались до полка Калиновского. Якую роль полка вы бачите в планованном контрнаступе? Мы будем выполнять ту роль, которую нам отвело украинское керавництво войсковое. Безумовно, мы не можем выбираться без делянки фронта. Но еще раз повторюсь, что если будет наступ со стороны Беларуси, сбоку Беларуси, то мы будем ставить пытания под украинским керавництвом, чтобы нас перекинули на то и на керуно. Безумовно, мы усведомляем свою отказность, мы усведомляем задачи, которые ставит перед нами история. И мы бы хотели все же таки одними из первых зайти в Беларусь. Спадар, Вадим, полк Калиновского, який воюет уже больше за год, стался таким саправдным брендом, саправдным такой проявой гонору усяго беларускага народу. Вось навы тут пабутово могу сказать, что у Польши, калі хтось чуе про беларусов и про войну, то перед усім про вас згадываюсь про полк Калиновского и про мужность калиновцев. Скажите, калі ласка, як тепер беларусы могут допомогти полку Калиновского, какие есть наиболее сильные потребы и как тут диаспора могла бы подключиться? У нас идет технологичная война, война при допомозе дронов, при допомозе тепловизоров, прилатночного бачення. И особливо дроны, это постоянно расходный материал на фронте. Дякуючи дронам, вот этим невеликим кшталту МАВЕК-3, мы маем перевагу над супрацівникам, мы маем ситуационный контроль над полем боя. И у кого ее смягчимость, просим просто про допомогу. Ці ГТ-дроны можно набывать, ці можно просто переводить на наш рахунок полковый, який ест на наших ресурсах. В принципе, зараз не проблема набывать гэт-дроны прямо в самой Украине. Яны нам треба постоянно. Так само другая, як кажу, стація расхода на войне, гэта транспорт. Нам потребны пікапы, потому что пікап, гэта мобильность, гэта махчумость подвоза боекомплекта, гэта махчумость эвакуации параненых. І яны, из-за того, што в основной своей масе не броневаные, яны вельмі худко выходят із ладу. Тому што основное ураження на фронті, гэта артилері, гэта скепкі, які просто там, ну, робять проспэвный час на лініі фронта із машины решыто. Тому нам потребны дроны, нам потребны пікапы. Ну, і там остатнія речі, мы час за часу робим такі обвески на своїх ресурсах, хто може чымси да помагчі, заходься на іх, і там, в принципі, можна знасти, што трэба для полка. Так само ведаю пра яше один збор, калі кажам пра реабілітацію в АРУ полка Каліновськага, які зазналі значных раненняў падчас байоў. Трэвая збор у Польшы для протезу для Алексея Назарова, пазывны психолах, і там практична 90% сумы беларусы ўжо сабралі. Гэта протез вельмі дарагі, таму што вельмі складаная була ампутація. Налячэння патрэбна ад 15 і нават да 60 тысячаў долларов. Спадарвазіма, скажіцца, калі уаска, вось так сама, калі кажам пра іншую дапамогу тым, хто патрабуе реабілітаціі. Як цяпер з гэтам выглядая сітуація? Калі байцы параніныя, як гім можна дапамагчы? Дапамогу ажыцявляюць шматликі воланцёры, фонды, і так сама украінська дзержава. Але што б было разуменея, напрыклад, Алексей, і он зараз нахоўацца в шырагах полка, і он хоча максимально адновіць своё функціонавання як байца. Зараз ён выступаў як асі інструктора, ў яво ёсць такі протэз, які ён можа хадзіць, але гэты протэз, на каторый зараз ідзе збор грошаў, ён фактична, ну я не скажу, што на 100%, но вельмі наблиззець ёго да функціонавання нормальнай нагі. І ён не будзе, ну, меднікі перешкоды ў той дзеўнець, яку зараз ведеў в Україні. Гамо, сподарства, хто мая махчымаць, рахунок ёсць на экране, калі ласка да помажіце, ўже засталося невелика аличба, каб добраць. Ну і я ён ще раз повторюся, тут ніхто позаувага не застаецца, просто питання толькі в тым, што якас там нікаторых речей, да, в этом випадку протеза, тобі можу поставяць адзін, а можа быць зусім інші, які, на каторым ты сэ будзеш якасно па іншым очуваць. Калі кажам мяновіта про тое, што ніхто не застаецца без увагі, ось не так даўно была інформація, што ў беларускі журналістов в Україні знов былі заблакаваны абанкавскі рахункі. Ці беларусі, які ёдзе, так само ў полк Каліновскага, абараняць Біларусь і Україну ад російськага агрэсара, можа быць ўсё ж такі пэвным, што не будзівось такіх перашкодаў, цяшкацццяў, як іх можна развязваць, як іх можна вырашаць. Ці так само вайары палка затыкаюцца з падобными бюрократычными проблемамі. Вайары, которые ў нас на контракці, мають банкавскі карточкі, вони безумовна адрымлюваюць зарубак на гэте карткі, ні у кого нічога не заблаковано. Да, мы ведаем гэту праблэму для гармадзянскіх, для воланцёров біларусов. І мы ставям гэтае пытання щас ад часу перэд украінскай уладай. Але тут трэба разумець, што в Україні іде вайна. Їм просто не хапая сіл на все, і аны не могуць реагаваць на все выклікі, таму што Біларусь все такі гэта краіна агрэсар для Україны. І переважная большэсть біларусов, на жаль, в Україні ўспрымаяцца праз призму гэтай агрэсіі, таму не прыходяцца здівляцца. Ну, я скажу, што для беларускіх добровольцав гэта грашовая узнагороды, гэта не ёсць асновна мэтывація. Тому што, напрыглад, ў нас ёсць часка доброходніков, які в Україні знаходзца с 14-го года, мы на огол не отрымлювали ніяких заробков і на свой страх і риск знаходзіляць на лінії фронта. Мы выжывалі выключна дзякуўчу волонцёрской допомозі. Спадар Вадзім, на пачатку нашай размовы вы заявіли пра тое, што планованы контрнаступ можа так сама зміцці і рыжымы Лукашэнкі, таму што гэта молцна ослабіць Расею. Ці не разглядаецца вы ўсць такі так сама некі більш пісымістычны варіант, што не абавязкова перамога Україны ў вайне зміццца і рыжым Лукашэнкі, што неяк могусь і ў Києві закрыць в очы на гэтага узурпатора, не глезяшы на тое, што ён дазваляў выкарыстовыаць нашую тарыторію для атаки на Києв, што правяло знов такі да Бучы і да забойства і пакутаў сотня ўкалі не больш мінавіта жа хараў Бучы і гіншых мяццовасців каля украінськай сталіцы. Я верую в тое, што пытання па Беларусі будзе зачыніна в безпекавам плане. Тому што пасля того, як Лукашэнка заявіла б тым, што будзе разміщання ядзерной зброі, безпекава сітуація в регіоне значна пагочылаць. Каму патрэбін варіант с ядзерной дубіной? Так, і гэта праецырованне сілы не толькі на Украину, а лі на вес регіон. Ну гэта будзе просто нелагічна, так, лінійкім чынам будзе вырашына пытання с російськім оккупантамі в Україні, а с російськім оккупантамі в Беларусі ану не будзе вырашына. Гэта пастоянна пагроза. У меня нема сумніва ў гэтам, што пытання па беларускай діктатурі будзе зачыніна. Разам с разгромом рэжыма Путін. Спадар Вадзім, велікі вам дзякую за гэтую размову. Знаміна сувізі был Вадзім Кабанчук, намеснік камандзіра палка Кастуся Кареновскага. Шановная спадарства, як я згадываў прагэты збор для Беларуса Алексея Назарова, пазыўны психолах, ваяр палка Кареновскага, який абараняв Киў і страціў нагу. Калі вы жадаете далушыцца дагэтага збору для ваяра, то гэта можна зравіць таксама на сайці зжудка.пл пад зборам пратэз нагі для абаронцы Киева. А таксама прайсті да збору і далушыцца можна пра скюэр-код, які бачны на вашых экранах і мониторах.